В Видновском художественно-техническом лицее для написания диктанта победы было отведено целых семь аудиторий. Здесь проверил свои знания по истории Великой Отечественной войны и депутат Московской областной думы Владимир Жук. Некоторые вопросы не то что поставили в тупик, но пришлось порыться в памяти и понадеялся все-таки на интуицию. В прошлом году она меня не подвела. Надеюсь, что и в этом будет так же. Всего на территории муниципалитета для участников акции было организовано четыре площадки. В Бутовской школе номер два, в Володарской школе, в лице и гимназии города Видное. Также диктант победы можно было написать и в воинской части поселка Петровское. Принять участие в патриотической акции мог любой желающий. Тест длился всего 45 минут и включал в себя 25 вопросов о разных периодах Великой Отечественной войны. Здесь есть задание, где необходимо записать слово. Вам дается вопрос, и вы уже на знание текста, на знание той или иной картины, на знание художественного произведения. Стоит отметить, что на тестирование активно записывались школьники. Для них диктант – еще один повод доказать, что подрастающее поколение чтит и помнит подвиг прадедов. Я специально не готовился, хотел проверить так, так сказать, на сухую голову, не на нагруженную знаниями, а так. Что, если меня просто спросят, а когда было то, а когда было село, а что использовалось, чтобы я мог спокойно ответить. Поэтому, собственно, и готовился. Для выпускницы Надежды Житковой участие в акции – это еще и возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Это был наш личный выбор – прийти, показать, что мы знаем, что мы помним наших ветеранов, которые воевали за эту войну, где мы победили подвиги русских солдат. Организаторами масштабного исторического тестирования выступили партия «Единая Россия», российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». Узнать результат можно на официальном сайте проекта. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!